Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Мой добрый зритель! Сегодня воскресенье, я снимаю ролик отдыхалочку. Вы его увидите уже в понедельник. Что мне хочется сказать? Довязала я носочки. И несмотря на то, что успела я это сделать буквально в закате марта, считаться они у меня будут апрельскими. Во-первых, я уже отчет за март сдала. А во-вторых, носочки, ну не дать, не взять апрельки. Вот просто апрельки, единорожки, цветущий сад, радугу. Кто что увидел в них? Значит, совсем недавно я вам показывала, да, моточка готова я вам уже показать не могу, из чего связаны носки. Поэтому лучше посмотреть, например, итоги марта. Недавно был ролик. И там я вам показываю, как выглядит моточек. Вот такой градиент Махер. У меня их было цельных два. Совершенно одинаковых, потому что из одного мотка связать два одинаковых носка, ну может кто-то и сможет, я не смогла. Это была дополнительной ниточкой. Значит, ушли не полностью. Осталось от каждого вот по такому... Ну, понимаете, моточек был такой кругленький. И один носок я вязала изнутри, другой значит снаружи. И это как бы серединка. Вот. И такие отмотыши, без которых я не обошлась. Сейчас я расскажу. Ну, можно просто забегая вперед сказать, что цвета не совпадали один в один. Где-то секция была поменьше, где-то побольше. Это совершенно не критично. Носки получились в общем и целом одинаковыми. Вот. Но вот без таких каких-то круть-верть отмотышей мне было не обойтись. Носочки у меня прямо одни 35-36 размеры, другие 38 размеры. Если бы я связала даже, мне кажется, 39-39-40, ниточки все бы ушли. Но зависит от высоты паглинка еще. От высоты паглинка. Так. Это значит дополнительная. Основной ниточкой выступала вот моя любимая Ализе Супервошка. Взяла я белый цвет, чтобы все секции, ну как бы, на белый лист что ли ложились. Конечно, возьми я основу другую. И носочки получили бы совсем другими. Просто хочется вам показать готовые носочки. Такой легкий-легкий ролик. Обе пары это носочки-гармошки, как я их называю. Носочки-сапожки. Здесь вместо резинок сочетание изнаночных рядов и лицевых. Носки я не стирала, и я почему-то не хочу это делать. Я обычно люблю 5 и 3, например. 5 изнаночных, 3 лицевых. Здесь у меня 4 изнаночных, 2 лицевых ряда. И вот таких секций 5. В следующих носках 7. Они побольше. Спицы на паглинке 3,75. Можно было смело вязать четверкой. Четверками деревянной я не стала. А уже основную часть я вязала на 3,5. Да, здесь, наверное, 3,5 надо, потому что можно как меньше, так и больше. Но такая плотненькая, еще дальше было бы очень плотно. Я про свою, конечно же, говорю руку, про свою плотность. Но вот здесь вот спокойно можно четверку. На эти я взяла носки 40 петель. На следующую пару, которую я покажу, 42 петли. Размерчик прям совсем небольшой. Да и такой, знаете, носочки принцессы какие-то получились. И вот я и серединку, вот это первое, я почему сейчас точно различаю. Видите, здесь одна секция сиреневата, и дальше уже во второй секции пошла борьба сиренево с розовым. Вот поэтому я помню, здесь две секции сиренево. Значит, и серединки мотка. Я вязала, вязала, как оно шло. И на пяточку вышел переход цвета, такой в персиковый. Дальше пошло, пошло, пошло. Здесь переход в розовый, он сам по себе был. А мне хотелось закончить именно вот таким сиреневеньким. До него еще было далеко. Свежее размер 40, наверное, до сиреневого я доползла. Поэтому здесь я немножко отмотала. Вот эти, а вот, наверное, вот он. Отмотыш. Нет, вот этот все-таки, вот, розовенький. В общем, я переход из розовенького в сиреневый немножко ускорила. Мне очень хотелось закончить таким цветом, который я начала. Получился, мне кажется, изумительный носочек. Я говорю только свое мнение. Второй носок, да, из этого же мотка с внешней части, это сейчас будет во второй паре. Из второго моточка, мотки мы специально подбирали, чтобы они были примерно одинаковые. Потому что моточки совершенно разные. Можем в середине голубую там найти, все такой цвет. Мы подобрали примерно одинаковые моточки. Я стала вязать. И вот они хоть одинаковые, но плюс-минус, все равно не точь-в-точь. Когда первая у меня связалась, первый этаж связался с сиреневым, а на втором даже намек на переход из сиреневого в розовом не было, а впереди еще был тоже сиреневый цвет, я поняла, что у меня третий, ну, как это вот, третий этаж, секцию, будет тоже сиреневым. Я немножко отмотала, я тоже здесь помогла розенькам появиться. Мне не нужно было прям вот на серединочке этого секции делать. Ну и что ж тут здесь посиреневатее. Ну, знаете, как хамелеонок, как посмотришь. Ну, потом пошел розовый цвет. А вот, кстати, при переходе на пяточку мне пришлось немножко розовую убавить, потому что здесь как-то более блекло, что ли, уже переходило. А здесь еще розовый был в самом разгаре. Я немножко убрала, чтобы был примерно одинаковый. Пяточки, мне кажется, вот это посветлее, это потемнее, ну и ладно бы. И зато потом, после паглинка очень хорошо пошел персиковый цвет. И тут, и там. Вот, в розовый переход, мне кажется, вот здесь переход, он как бы задержался. Здесь он менее выражен. Или я придираюсь. Вот, и тоже сиреневый. Кстати, вот тут, если я в первом отмотала, здесь я не отматывала. Здесь прям без перехода пошел сиреневый. В общем и целом, да, я считала ряды, можно прикладыванием. В общем и целом, получились практически одинаковые носочки. Если бы это на такие нюансы не указывало, вот, они получились примерно одинаковые. И мне это очень нравится. Что касается второй пары, я почему-то думала, что вот, я вот называю это две расцветки. В розовых и в персиковых тонах. Вот это носочки у меня с двумя расцветками. Хотя, конечно, здесь намного оттенков больше. Я почему-то думала, что голубой здесь будет лишний, но, увы, вторые носки мне даже больше понравились. И здесь я уже не помню, какой носок был первым, какой второй. Ибо, если второй моток, судя по первому носочку, именно второй моток, да, нужно было как-то лишненького отрывать. Что мотка снаружи второго касается, что как бы не хватало. И все вот эти отмотыши мне очень сильно пригождались. То есть, здесь вроде шло нормально-нормально. И потом я понимаю, что этот персиковый цвет начинается чуть ли не на этом этаже. Здесь-то он вот проскальзывает. На седьмом, видите, поглядем побольше. А что касается пиццы, то же самое. 3,75, 3,5. Я говорю, стоп, это тогда у меня желтенького совсем не останется. И вот сюда куда-то я как бы останавливал тот моточек и подматывал. Ну, у меня отрозненькие-то были эти отмотыши, да, сейчас, может быть, их уже и нет. В общем, я немножко розовинку допускала, чтобы хотя бы чуть-чуть было похоже. Вот здесь вот опять уже персиковый прям входил. Ну, так и надо. Он здесь тоже вот по первому носку суден входил. Вот. И у меня желтый закончился. Вы знаете, не успех начаться. Кстати, пяточки, по-моему, одинаковые. Да, пяточки примерно одинаковые. Я так посчитала, сколько рядочков здесь. Ну, я то персиковый, то желтый назову, девчата. Это уж так примерно. А здесь прям явно, ну, вот голубой уже начинался, ну, чуть ли не в половину. Говорю, да что же такое, один и тот же моток. А когда я вязала изнутри, была лишняя секция. То есть, такой вот секция неравномерная, это факт. Но когда моточки похожи, связать похожее, это более-менее приближенно друг к другу, спокойно можно. Я нашла, отмот уже был только этот, видите, видно персиковый в синеву переходит. А там я нашла персиковый с розовым стыкующийся. Немножко розовый убрала, прям капельку, и довязала здесь персиковый. Прямо то же количество рядов, которые здесь. Очень плавненько переход в голубой, мне тоже прям понравился. Идем, идем, идем. И здесь мне еще тоже вязать, еще несколько было рядов нужно. А у меня уже, здравствуй, сиреневый. Здесь, кстати, без перехода. А вот здесь я голубой отматывала. Ибо я хотела закончить кончик сиреневым, а до него еще было... Ой-ой-ой, может быть, возьми размер побольше, да? Он бы сам с собой пришел. Ну, в общем-то, тоже взяла вот эти вот остатыши и довязала голубым столько, сколько мне надо. И только потом закончила сиреневым кончиком, которым, может быть, оттенки они такие, не такие. Не знаю. Ну, в общем и целом, если вот так уж прям вот получились, можно сказать, абсолютно одинаковые носочки. И как мне вот эти носки понравились. Прям вот не дать не взять носки-единорожки. Тоже они по типу сапоги-сапожки. Поиграю в окошко. Обожаю такие сапоги. Ну, прям вот я не знаю. Теплая пижамка, да? Как я вон в Дзене всю фотографию выставляю. Я говорю, чашку какаво и полный балдеж. В общем, практически одинаковые носки. И мне как-то даже вот эта пара, что ли, лучше нравится. Не знаю. Хотя много цветов не совсем мое. Самое главное, что из двух мотков этого самого Махер Градиента... В общем-то, отпугнул меня состав от него прям категорически. А вот что касается цвета, это прелесть. Вот магазин, название, вес, длина, цвет. Номер такой, но там какое-то красивое название. Я не знаю, я уже не вспомню, потому что название себе красиво называется. В общем-то, выкидывать ничего не буду. Вот эти вот от Мотыши. Они еще так хорошо лягут у меня куда-то в носочки. А уж это вообще... Это вообще просто, как сказать, сокровище. Просто Тане, интересно, получится, не получится. Пару девочки, получилось. Ну, надо просто заранее моточки примерно одинаковые. Мне кажется, даже если их одинаковые не возьмешь... Мы бы в серединку смотрели. Ну, допустим, была бы у меня серединка голубая. При желании, может, за секции они просто, наверное, где останавливались, там останавливались. При желании даже при... Я не утверждаю, я так думаю. При неодинаковых моточках внешне, все равно секции-то эти же можно связать одинаковые носки. Вот, говорю, небольшая разница здесь. И может быть, может быть в оттенке сиреневенького. Это тоже не исключено. Но, говорю, это пара, пара. Это пара, конечно. Все, девочки, вот такой короткий ролик. Просто мне прям многие написали, как там получится, не получится. Все получилось. Это в подарок. Но, наверное, до конца месяца они у меня потрепятся, чтобы снять потом итоговые. Они же апрельки считаются. Ой, какое сокровище. Посмотрите. Если бы еще Танечка нормально, красиво все это, ну, как сказать, накрутила, это было бы вообще... Вот, Танечка. Когда я нормально крутить-то? Вот так вот. Красота. Мне кажется, девочки в прелестном, таком нежном возрасте данные носочки оценят. Но это прям вот не дать, не взять единорожки. Вот такой у меня воскресный ролик отдыхалочка. Кто ждет встречи, со мной встретится. А я пошла дальше. Работу работать. Потом повяжу, чтобы было что показать. Огромное спасибо за внимание. Мы добрые зрители. До новых встреч. А они обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...